Модуль Data Interoperability позволяет получить доступ к сторонним форматам для ARGIS. И это возможность довольно-таки быстро получить доступ к этим данным, без головной боли большой и то, что это уже стандартные возможные решения. Data Interoperability построен на технологии FME. И позволяет преобразовывать пространственные данные различных типов, около более 80 пространственных типов, которые Interoperability читает и экспортирует на лету. Соответственно, это и стандарт, такие наиболее обменные форматы, как JSON, GeoJSON, форматы OGC, которые поддерживаются. Готовые инструменты просто импорта и экспорта. С помощью которых мы просто выбираем набор данных, говорим куда, сохраняем, и все, на этом закончено. Также мы можем создавать довольно-таки сложные с помощью визуальной схемы моделирования процесса, обработки наших данных. Похоже, если вы знакомы с Model Builder, похожая логика. Там только это другая немножко среда. Это около 150 инструментов по обработке данным, которыми можно использовать их. Можно создавать инструменты для обработки на десктопе, а также можно публиковать и выпускать из них в виде сервисов. Здесь, например, мы можем сказать, мы хотим выгрузить данные, еще их преобразовать. Или, например, загрузить данные и с преобразованием нашей модели данных. Все это можно реализовать с помощью Data Interop. Формата пространственных данных великое множество. Это и, допустим, дальше посмотрим. То, что Data Interop довольно-таки оказывается полезным при чтении саппроданных. В том числе, конечно, вы знаете, что Argus напрямую читает данные и Autodesk, и MicroStation. Но это именно, что мы можем их открыть, посмотреть. А, например, нам когда нужно прочесть содержание блоков, в которых хранится информация в AutoCAD, делал атрибутах и привязать их, например, к нашей линии горизонтали, а потом по ней построить, там, тренингуляционную модель восстановить и там построить уже CMR. Но это все можно было уже сделать в Data Interop. То есть из данных, которые на листе, допустим, когда в SAPR у нас хранится условно обозначение насыпи или символ болот, это просто могут быть черточки. Хотя нам нужно знать, что у нас должен быть контур. Соответственно, с помощью Interop и его инструментов можно эти значки агрегировать, объединить, построить, допустим, полигон. С пространственными данными гораздо все проще, так как они ведутся в GIS. Соответственно, это более простые технологии по введению, по импорту атрибутов, взаимосвязей, аннотации, поддержка. Но тоже Data Interop это все поддерживает и читает, например, данные MapInfo или PostGIS. Соответственно, мы можем в ARGIS прочесть. Кроме этого, если нам нужно в какой-то виде присоединить наши данные табличные, то мы можем это использовать. Например, в принципе, так понятно, что Excel и CSV мы читаем и так в ARGIS и можем записывать. Но иногда бывает, нам нужна более сложная логика в нашем инструменте ETL. Например, что у нас в табличке у нас будет справочник, и мы в справочнике прописываем, какой слой в автокаде у нас чему соответствует. Справочник динамичный, у нас изменились, какие-то параметры мы в справочник внесли. При следующем импорте у нас, соответственно, этот слой попал в другой, например, набор данных ARGIS. Также поддержка облака точек при импорте, построение 3D. Собственно говоря, тоже довольно-таки удобный инструмент, хотя в ARGIS и в 3D-аналисте есть возможности сейчас большие по работе с трехмерными объектами. И, соответственно, если мы хотим работать с 3D и VIM, с моделями наших зданий, то у Data Interop есть отдельный инструмент, который позволяет импортировать данные из автокад, из Revit в формате и получать эти данные уже в ARGIS. Например, публиковать трехмерные сцены наших помещений, через веб предоставлять их пользователям. Также, например, через объекты идентификации получать информацию с систем хранения, информацию справочной из других систем. Трансформеры, которые можно использовать в ETL, довольно-таки много. Это преобразование атрибутов из геометрии, генерализация и обработка облаков точек, и там, например, преобразование системы координат. Это довольно-таки большой набор инструментов, которые мы можем использовать. И, возможно, то, что там будет, если у вас ArcView, то Interop будет довольно-таки хорошим дополнением, что там будут все функции, которые, например, вам не достаёт, и вам хочется ArcInfo. Ну, это как бы как вариант один из. Давайте посмотрим вживую. Начну необычно, начну с веба. Обычно я начинаю с десктопа. Мы начнём немножко по-другому сделаем. У нас выпущен… у меня есть веб-приложение, как раз собранное в веб-билдере, которое позволяет… связано с сервисом, который опубликован на ArcGIS-сервере, которое позволяет выгружать наши данные. У меня, например, здесь опубликована сотка, это кэш. И, например, я говорю, что мне нужна эта область. Я хочу выгрузить в формате MIF-MID, или там, например, в TAB, или в DXF, в DWG, или в shape-файлах. Могу указать систему координат, область, могу запустить. Соответственно, продаётся запрос на сервер, и сервис уже Data Interoperability будет вырезать эти данные, конвертировать их, паковать и предоставить нам zip-архив. Например, это будет выглядеть вот так. У нас готовый zip-архив на эту область, которую мы можем скачать, распаковать и получить доступ к этим данным в векторном виде. То есть таким образом мы можем выгружать данные из нашей системы. И когда у меня есть папочка, где у меня лежат подготовленные уже табы, с помощью инструментов быстрого импорта или экспорта, в данном случае у нас будет импорт, импорт, мы инструменты DTP-ROP, мы указываем… Отлично. Соответственно, здесь тоже есть список форматов, форматов большого количества. Мы можем указать, что мы будем использовать поиском, что нам нужно для чтения форматов MIF-MIF. Отлично, я просто не вижу, что у меня здесь написано. Можем подключить папку, где у нас находятся сковертированные и разархивированные данные. И куда мы, собственно говоря, будем сохранять наши результаты. Мы будем сохранять в базе геоданных, в MIF-MIF создать снова. Видите, он автоматически прочитал всю структуру. Если мы посмотрим на структуру, там несколько папочек, в каждой папочке содержится tab. Соответственно, я ему указал корневую директорию, он прочел все, что там есть внутри. И на 17 тысяч наших объектов у нас импортировалось. И мы можем также уже, появилась наша база, и можем ее загрузить, посмотреть. Вот тот же самый фрагмент, который мы выделили на карте. Это простой вариант. Следующий вариант, он тот, когда у меня есть файл, интересно, секундочку, у меня должен быть файл DGN, сейчас мы его найдем. Все под вечер, вот оно все так происходит. Так, у меня есть бэкап, у меня есть файл DGN там. И мы можем его прочитать спокойно с помощью нашего десктопа. И мы видим, что там есть полилинии и класс аннотаций. Это отдельные классы. У линий нет информации об атрибутах. Это просто данные автокада. Что это там слой дороги. У нас стоит задача привязать подписи к нашим сегментам наших дорог. Для этого мы создали инструмент с помощью инструментов data interoperability, который, собственно говоря, будет проводить эту задачу. Давайте мы пока его запустим. Можно немножко посмотреть, что еще он состоит. Здесь мы читаем два слоя, дороги и аннотации. Дальше мы преобразовываем нашу аннотацию из арк в линии. Потом берем аннотации, находим ближайшие, присоединяем. Получается список. Пойдем мы их там соединяем. У нас есть еще там оцениваем угол поворота, который у нас есть. Относительно его линии высчитываем. И убираем дубликат. И потом объединяем это в результат. У нас есть дороги с подписями уже и дороги ошибочные. Класс процентных объектов, которые мы не смогли обработать. Давайте теперь загрузим. У нас получилось он в папочке out. Создал shapefile. Давайте откроем, где, может быть, подпишем. И видите, что в большей части у нас появились подписи. Часть у нас не подхватилась. Тут уже довольно-таки хорошая автоматизация процесса, что больше половины была автоматизирована процесса присвоения подписей. Также довольно-таки много примеров, с помощью которых Data Interop облегчает жизнь при обработке данных. Спасибо.